Друзья, всем привет! Наверное, трансляция будет долгая. Постараюсь ответить на все вопросы, которые накопились за это время. Очень много пишут мне в социальной сети, в Инстаграм, ВКонтакте. Но хочу сразу сказать, что для тех, кто интересуется судьбой Эрика, их можно, условно, разделить на две категории. Первая, для которых это некий экшен, какое-то шоу, и они ждут нового развития, желательно кровавого развития. Вторая категория, это те, кто действительно беспокоится за судьбу Эрика и хочет знать какие-то новости. Я в первую очередь обращаюсь к тем, кто беспокоится за Эрика и постараюсь в этой, наверное, не очень короткой трансляции рассказать все, что произошло за последнее время с последней моей трансляцией. Здесь даже записал. Несколько дней назад был у Эрика в очередной раз. И чтобы все не забыть, я записал на бумажке, поэтому, если вы не возражаете, буду поглядывать иногда. Но прежде всего хочу сказать, что время сейчас непростое. И каждый раз, когда мы делаем какие-то действия, особенно если мы ведем активную жизнь, мы заводим какие-то новые знакомства, друзей, но и получаем новых врагов. Так вот у Эрика их огромное количество, как оказалось. Когда он делал свои разоблачения, сюжеты. Так вот, Эрик за всю свою деятельность сумел нажить себе большое количество врагов. И сейчас, конечно, это имеет решающую для него роль. И поэтому приходится с этим как-то бороться. Значит, почему я редко выхожу, почему мы вас не уведомляем? За всю эту историю мы проводили ряд экспериментов, да, и различных инициатив, и писали письма президенту, и подписывали петиции. Но всю эту историю можно образно сравнить с болотом. И какие-то резкие движения, необдуманные, они все сильнее и сильнее затягивают Эрика во всю эту пучину. И возбуждаются новые дела все больше и больше. Поэтому мы, проанализировав все, решили уйти глубже в юриспруденцию и поменьше привлекать внимание общественности, ну, может быть, до того момента, пока какой-то другой надежды не будет. Значит, возвращаясь к тому, как я уже раньше сказал, несколько дней назад был у Эрика, и вот он мне передал для вас ряд таких пожеланий. Первое. Как я раньше говорил, он просит побольше ему писать. Многие пишут, кто-то не пишет, стесняется, потом пишут, говорят, что мы тебя не знаем, вот мы стеснялись. Эрик говорит, не стесняйтесь, даже если вы меня лично не знаете, пишите мне письма, он их читает, он на все письма отвечает. Если есть возможность присылать какие-то фотографии, какие-то аналитические статьи, побольше пищи для мозга, ему не хватает, поскольку времени много, сил тоже много, он хорошо питается, занимается спортом, об этом я позже скажу, и не хватает пищи для ума, и вы можете ему какие-то даже задачи ставить аналитические, какие-то аналитические статьи присылать, побольше писем, фотографии, книги, что-то интересное. Поэтому он просит не стесняться. Отдельное он рассказал, что не спрашивайте его о распорядке дня. Видимо, кто-то из вас просит его рассказать, как строится его день, с кем он сидит вместе. Это тюрьма, и есть определенные законы, и вот эти все письма, они либо не проходят, либо не проходят его ответы вам. То есть он не может вам рассказывать о режиме его содержания, о том, с кем он находится в камере. Когда он выходит на прогулку, вы должны понимать, что это не разрешено разглашать. Также не нужно ему присылать напильники, веревки, веревочные лестницы и так далее. Но это юмор. Просто он о распорядке вам не может рассказывать. Но вот он сидит на третьем этаже, он просил передать. На шестом этаже сидит тесак, также небезызвестный в соседней камере сидит Сергей Полонский. И, в общем-то, Эрик очень уважительно относится к начальнику тюрьмы. Что дальше? Про политику. Когда я его спросил, а как это относится? То есть Эрик смотрит какие-то программы по телевизору, и сейчас идет предвыборная кампания, и он говорит, что если кто-то из тех, кто баллотируется в Государственную Думу, хочет провести предвыборную кампанию, пускай придет следственный изолятор, проведет агитацию. В общем-то, они пообщаются и смогут вывести на чистую воду тех, кто делает голословные какие-то обещания. Но это что касается юмора. Также про СИН-письмо. Ему приходит огромное количество писем, но он все читает, всем отвечает. И он говорит, что скоро владельцы ВСИН-письма войдут в Форбс, потому что это услуга платная, и столько писем, сколько получает Эрик, не получает никто в следственном изоляторе вместе взятым. Поэтому благодаря Эрику... То есть первое, кто он говорит, не должен быть заинтересован в его освобождении, это владельцы ВСИН-письма. Я просто по порядку рассказываю о том, о чем он хотел вам поведать. Может быть, не в порядке логики, но в хронологическом порядке. Я просто записывал. Дальше он передает привет Хачу, передает пламенный привет Максу Ларину. К сожалению, я не очень знаю, кто это, но вот я как раз записал, и Эрик передает привет Хачу и Максу Ларину. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok